Друзья, меня снимает Илья Александрович, помощница, в данном случае играет роль оператора. Вот, мы сняли два фильма про персики. Вот, персики уже самые имеющие свою цену, это персик Минусинский, он же Сенцы. Вот, длинная история, и вот они самые успехи в мире. Это была серия за номером два. И вдруг я вчера получаю заказ, несколько черенков, в том числе, черенок подайте в Сибирке. И я за первые, нет, второй случай, за 20 лет, что я рассылаю черенки, второй всего лишь случай, когда попросили черенок в Сибирке. Я очень уважаю таких людей. Каждый год, эта тема особая, ко мне обращается несколько селекционеров. Как узнать, чем отличается селекционер от просто дачного садовода? Первое, мы хотим, несколько категорий, мы хотим саженцы посадил, забыл. Мне эти люди нравятся, потому что они не будут калечить деревья, улучшая их породу якобы. Вот, вот это первая категория. Вторая категория. Мы начитались вас, Валерий Константинович, и знаем, что саженец не должен быть ни разу пересажен. Начинаем с косточек, мы посадим на постоянное место. И глядишь, в Омске, Томске. И вот именно сейчас. Елена Александровна. И в Красноярске. В Красноярске, это вы из Красноярска. А еще с Томска пришли фотографии. Восемнадцать, нет, семнадцать лет назад выписали ваши эти самые саженцы в Томске. А они плодоносят, как ни в чем не бывало. И еще такой же случай, еще северный, я расскажу на вебинаре. Интригую. А вебинар будет завтра. Это будет 9 января. Ладно, фильм выйдет позже. Ничего в записи увидите. Вот эти чудеса зависят от чего. Значит, люди начали с семян. Это вторая группа. Третья группа. Семян, но потом подаваем вот эти же. Вот я показал, как калечу персики. Так. Вон они все изуродованы. Высылаем первый год косточки, второй раз сиренки. И в результате получаются привитые эти на постоянном месте. По двое на них прививаются. И уже, ура, еще севернее железо, и прекрасные результаты. И, наконец, самая ценная категория. Да, и среди них часть потом становится селекционерами. А любой человек, который посадил там, где с рода ничего не росло, он и есть селекционер. И последняя категория, это сразу. Я их тут же вычисляю. Один из 50, один из 20. Валерий Калечкович, пришлите эту веточку. Дикая уссурийская груша. Все понятно. Привет. Я учил так. Дикая уссурийская груша. Китайская слива. Скромная, но из самых моростойких в мире. Значит, сибирка. Ягодная яблоня. Так, манжурский абрикос, что минус 50 выдерживает. Скромный, но достойный. А потом, я уже знаю, раз они заказывают веточку, вроде бы подвойная, им же надо бы роскошную ветку привить. А привить можно абрикос натерн, на сливу, натерносливу, даже на вишню привать. Это для здоровья сада. И для здоровья. А, это важнейшая тема. От ученого слышать довольно странно. Товарищ аспирант. Я знаю, это самое, Ксению, после Мичурина, явление Ксении, никто не признавал. И сейчас, говорят, железо в это, когда я начинаю говорить про Ксению и про телегонию. Вы представляете, взяла и сказала такое. Все, все. Заканчиваем запись? Воля же. Нет, нет. Это я, это как бы, это наоборот. Но это другая тема. То, о чем мы сказали, это по Мичурину называется Ксения. Вот, кому надо, найдет в словаре. А мы сейчас о другом. Просто человек, который на что попало привьет абрикос, на сливу, на тернтер, на сливу, на что угодно привьет дикую сурийскую грушу, на простую грушу, даже на культурную грушу, даже на айву, даже на яблоню, лишь бы только прижилась. А потом дождется с нее плодов, и вот они, семена, и вот уже то, что есть у меня, и у него будет. Проще бы у меня жменьку семян выписать. Но если человек выписал дикую сурийскую грушу, или, как сейчас, второй случай в моей практике, подать дикую сибирскую яблоню, что значит наш человек? Вот, расширяемся. Так, ну, после этого монолога приступаем. Приступаем. Значит, почему мы стоим из-за нее? Она с виду абсолютно культурная. Вот, посмотри, она похожа на дикаря? Нет. Нет. И культурная. А на самом деле, это погибла яблоня. Погибла яблоня мелба. Вот, тут еще долго бирка сохранялась. Полностью погибла. Выше привести. Пошел по двое. Я в прошлом году, ну, не успел его перепривить. Вот, взять скелеты, уникальный случай. Тут привел, тут, тут, четыре, пять. Я это сделаю. Но, я долго думал. Итак, несколько сортов, не, нет, несколько видов, как по двое, были наукой исключены. По крайней мере, об этом люди со званиями, с погонами писали в своих статьях. Приговорены навсегда. Дикая, подчеркиваю, дикая уссурийская груша. Та же, что я говорил. Сибирка, ягодная яблоня. Ну, представляешь, размеры плода, примерно как ноготь на мизинце. Не больше. Вот, вот. А потом получилось следующее. Ну, еще потом, это же, эти самые, манжурский абрикос, если брать настоящий. И слива китайская. Прямо с тайги которой. Да. Вот, ну, китайская слива, она уже давно, по садам, уже успела переэта. Что тебе сказал, одно слово. Итак, значит, мы говорим про сибирку. Я сейчас срезаю и высылаю, не пойду в тайгу, там их тысячи, миллионы, настоящие. Я не хочу чеку подставлять. Она пожила на... В окружении культурных яблонь. Культурных раз. И второе. Она, на ней погибла роскошная яблоня мелба. Но теперь, если ее довести до плодоношения, взять с нее семена, еще раз, это весь дикарь, весь. Это не подумать, что это прививка. Это весь дикарь. Вот. Но он пропитан генами культурных сортов. И даже если у нее яблочки... А, все, не буду я прививать. Или, по крайней мере, половину оставлю. До плодоношения. Вот. И уже не вот такие яблочки будут. Я уверен, они будут вот такие. То есть влияние ментора. Как минимум ментора. Я уже не буду говорить про витокинговизацию. А то меня опять заклюют. Пусть ментора. Велико. И я получу яблочки в несколько раз больше, чем вот эти из тайги. Вон она, тайга. Вот, рядом. И потом у человека будет подвой, который не просто будет иметь морозостойкость, как в Сибирке, да? Супер морозостойкость. Но он еще будет совместим, биологическую совместимость с яблонями, с культурными. И вот тут я, получается, человеку делаю большой плюс. А он, если ему надо вырастить, получить плоды именно Сибирки, наверное, это повлияет именно на его будущее качество плодов. То есть, например, если у него будет питомник, значит, он привез 100 штук, 100 привез, а не как, почему забраковали дикую Сибирку, дикую грушу. Да именно потому, что кому надо питомник, который из 120 приживется, да еще половина из 100, из 20 будет хилых. Вот такие истории. Итак, сейчас я... Продолжение идет. Объясняю, почему. Сейчас я делаю так. Значит, представляем себе, что я просто заготавливаю черенок. Ну, оно так и есть. Как это делается? Выбираю почти... Обычно это боковой. Вот это нельзя считать. Центральный. Вот он, видите? Срезан был, отрезан. Так. Это уже боковой. Ничего, что он вертикальный. Я выбрал самую мощную ветку. Так. Оставляю... Представим, что это культурное. Оставляю на развитие. Вот эти нижние, это спящие. Видите, какие мелкие? Вот спящие, вот спящие. Вот. А отсюда уже пошли хорошие. Я их оставляю минимум три. Они три дадут, три потом нормальных побега. Вот. Ну, вот для примера. Видно же. Вот, смотрите. Дальше. Получилось раз, два, три, четыре, пять. Здесь под углом отрезал. Ну, и вот эту ветку я вышлю хорошему человеку, который я заказал. Вот. Но, так как мне не жалко, он заказал одну, отправлю-ка я ему две. Вот. Помнишь, по Пандополу говорю, забирай все деньги, я все нарисую. В пинокомедии. Я еще... Так. Пусть будет две. Нет, хорошего человека надо три выслать. Итак, вместо одной я высылаю три. Теперь смотрим сюда. Где тут еще хорошенькие? Да вот же они. Вот. Все. Причем. Смотрим еще раз. Близко. Они выглядят как абсолютно культурные. Это уже уровень ранетки. Вот. Осталось что делать? Теяна Александровна, я забуду. Вот. Если я буду жив, давай на следующий год мы подойдем к ней. Вот, видишь, плодовое веточек? Обязательно подойдем. Мы подойдем. Я проконтролирую. Вот, спасибо. И еще надо где-то это записать. Запишу. Это и есть настоящая научная работа. Запишем. Вот. Именно вот эти вот статьи, которые ученые для нас пишут, они простые, но без таких тонкостей. А нам надо копать глубже. Что это будет? Плодношений не было. Еще. Цветов не было. На дикаре. Значит, влияния пульси соседних растений нет. Ксении нет. Вот. Телегонии нет. Остается влияние умершего подвоя. Ой, привоя, извиняюсь. Но я же вижу, что это ранецкий уже. Другое дело, они могут быть величиной как ногти на на этом самом. На мизинце. На мизинце. Нет, уже на этих. На большом пальце. На большом, например. Но именно они должны быть самые ценные. А потом, я надеюсь, человек увидит этот самый, этот фильм, да, и поймет, что в его интересах. Но самое интересное будет потом. Представим себе, что он еще... Ноги замерзают. Давайте заканчивать. что он еще более глухо смотрит. Скажет, Константинович, зря срезал оккультуренную сибирку. У меня же и семена есть, и оккультуренная, и дикая. Так. И черенки есть, и оккультуренная, и дикая. Лучше бы ты мне все-таки черенок срезал из тайги. Придется мне высылать еще за свой счет вторую посылку. Но мы узнаем у него и спросим. Но это я из лучших соображений. Вот это дел. А я ему фильм прямо в этот... Присоединю к посылке. когда отправлю данные о посылке. Все, друзья, до свидания. Вот. Мы вас благодарим за внимание. Придет время, и таких фильмов будет еще не одна сотня. С праздником, и с Новым годом, и с Рождеством. Сегодня 8 января. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова